Продолжение следует... Продолжение следует... На стадионе для верблюжьих скачек Дубаи сегодня утром необычайно тихо, ведь самые захватывающие события происходят неподалеку отсюда. Сегодня финальное состязание в этом сезоне скачек. Конных скачек. Это также самое важное светское событие года, на котором богатые и облеченные властью люди находятся бок о бок с более простыми представителями местного общества. Все они пришли сюда, чтобы увидеть самые роскошные скачки в мире. В этом году призовой фонд Дубайского Кубка Мира составляет более 21 миллиона долларов Соединенных Штатов. Но публика не будет делать ставки, так как Дубай – это часть мусульманского государства, где запрещены азартные игры. Нет, все эти деньги достанутся владельцам чистокровных лошадей-победителей. Один из этих владельцев – это организатор соревнований, глава Дубая и его высочество шейх Мохаммед бен Рашид Аль-Макту. Можно сказать, что шейх Мохаммед сегодня здесь рискует больше всех. Он делает ставку на то, что его идея сделать Дубай центром арабского возрождения в 21 веке оправдает себя. Шейх Мохаммед сказал, что для Дубая пришло время стать глобальным центром, выйти за пределы своего региона и постараться достать до самых далеких точек земного шара. Реализовать этот замысел шейху Мохаммеду помогает мужская половина его правящей семьи Мактум. С их помощью они управляют так называемой корпорацией Дубай. Ведь Дубай функционирует как семейный бизнес, но это семейный бизнес, руководитель которого не боится рисковать. Удивительный пример того, как рискует шейх Мохаммед, находится в глубине Персидского залива. Вначале мы хотели построить отель на суше. Его высочество сказал, нет, нам нужно что-то эффектное, улучшительное, поднимающееся прямо из моря. Поэтому мы создали собственный остров Бурдж-Аль-Араб, а на нем построили отель. Бурдж-Аль-Араб, что переводится с арабского как арабская башня, соединяется с сушей при помощи тщательно охраняемого моста. Таким образом, надоедливых туристов не подпускают близко к этому великолепному сооружению. Рынок назвал на семизвездочном отеле. Может быть, семизвездочный отель не бывает, но я могу с уверенностью утверждать, что это самый роскошный отель в мире. Благодаря сусальному золоту, мрамору, атласу и хрусталю, Бурдж-Аль-Араб излучает бьющую через край роскошь. Его высота почти равна высоте Empire State Building. Его облицовка с тефлоновым покрытием в форме паруса – инженерное чудо. В этом отеле предлагают не обычные комнаты, а только двухэтажные люксы. Их всего 202, и цены начинаются с нескольких тысяч. Здесь делается все, чтобы побаловать гостей, начиная с персональных дворецких, которые дежурят круглосуточно, и заканчивая парком бесплатных автомобилей, но не простых машин. Ведь это все-таки отель личной мечты шейха Мухаммеда. Шейх Мухаммед сказал, что они должны быть белыми с синим салоном. Как вы заметите, все наши роскошные войсы, а у нас их, по-моему, сейчас 16, включая новые фантомы, белые с синим салоном. Они еще много лет будут поддерживать имидж Бурдж-Аль-Араб. Прибывающие или уезжающие гости, которые не желают стоять в первоклассных автомобильных пробках Дубая, могут выбрать альтернативный вид транспорта. Вертолетную площадку отеля используют как можно реже. Гости были недовольны шуму. Однако вертолетная площадка стала местом для прекрасной рекламной акции. Благодаря теннисному матчу Агаси-Федерер, Бурдж-Аль-Араб попал в выпуски новостей и на первой странице газет по всему миру. Это помогло консолидировать название Дубай как бренд. Этот город много занимался маркетингом и продвижением. Вы знаете, привлекательность появляется благодаря хорошему маркетингу и созданию имиджа Дубая. Больше всех продвижением Дубая занимается его правитель шейх Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум, наследник династии Мактум, которая правила этой страной. Мактумы впервые приехали в этот крошечный портовый городок более полутора веков назад. Большую часть их правления в Дубае вряд ли было что-то достойное продвижения. Если вернуться в прошлое, то в 50-х годах 20-го века город кардинально отличался от его сегодняшнего состояния. Это был самый простой город, не имевший большого значения. Что касается бедности, то тогда по запаху, по виду и по ощущению было понятно, что у людей едва имелись средства к существованию. Образованных почти не было. У моего отца почти не было формального образования. Он не умел ни читать, ни писать. Это был безвестный город, который служил временным пристанищем торговцам, ловцам жемчуга и изредка пиратам или контрабандистам, которые искали убежище у берегов этой бухты. Затем, в середине 60-х годов 20-го века, в Дубае было обнаружено небольшое месторождение нефти. Оно было незначительным по сравнению с запасами соседних Абудаби или Саудовской Аравии, но его было достаточно, чтобы правитель Дубая увидел возможность преобразовать эту пустынную местность. Шейх Рашид был отцом-основателем современного Дубая. Он был бизнесменом, он сосредоточился на экономике. Именно этим и отличается Дубай с сосредоточенностью на экономике. Шейх Рашид начал модернизацию города. Были построены новые дороги и здания, а на побережье появилась новая гавань. В момент открытия это был самый большой рукотворный порт в мире. Так Дубай впервые попал в книги рекордов. В начале 70-х годов Дубай вместе с шестью соседними Эмиратами образовал государство под названием Объединенные Арабские Эмираты. Среди них самые большие запасы нефти были в Абудаби, но у Дубая были амбиции и стремления идти вперед. К 70-м годам хлынувший в Дубай поток иностранцев мгновенно превратил сонный городок в крупный город. Эти первые экспатрианты, или как их называют, экспаты, в основном приезжали из Южной Азии и соседних стран, таких как Иран и Ирак. Они, как и все другие экспаты, приехали, потому что увидели возможность заработать хорошие деньги в этом портовом городе, свободном от налогов. Это привалочный пункт, как и любой другой порт в мире. В портовых городах люди обычно живут временно, одобившись цели, возвращаются в свою страну. Поэтому мы ожидаем, что сюда придут азиаты, европейцы, американцы, арабы и люди многих других национальностей. Некоторые остаются подольше, некоторые уезжают, но в целом они не должны оставаться здесь бесконечно. Именно так думал Ганс Краузе, архитектор из Канады, когда приехал в начале 90-х годов. Для него это была временная работа. Прошло 16 лет, и он все еще здесь. Я приехал в венюре 91-го года. Сейчас Дубай, не узнать, это совершенно другой город. Когда я еду из своего дома и подъезжаю к шоссе Шейха-Заена, весь горизонт окутан коричневый дым. Это смог. Ганс Краузе работает над зданием, которое взметнется над смогом и станет последним добавлением к растущему списку рекордов Дубая. После завершения строительства Бурдж-Дубай, отель и комплекс офисных и жилых помещений будет претендовать на звание самого высокого здания в мире. Темпы строительства поражают. 6 тысяч человек работают в две смены, и башня растет на два этажа в неделю. На конец лета 2007 года она уже превзошла башню Си-Эн в Торонто, став самой высокой отдельно стоящей конструкцией в мире. Как главный архитектор, Ганс Краузе отвечает за то, чтобы вся внутренняя отделка была выполнена согласно проекту. Думаю, нам нужно проследить, чтобы здесь был обеспечен нужный класс огнестойкости. Большая часть здания построена из армированного бетона, а верхушка из стали, что даст возможность надстраивать дополнительные этажи, если это будет необходимо или желательно. Здание будет более 700 метров и 160 этажей в высоту. Компания «Скидмар Оунингс» и «Мэрилл» спроектировала его с возможностью изменения высоты. Этот проект стоимостью 20 миллиардов долларов реализует дубайская компания «Имар». Это открытое акционерное общество, где есть один очень крупный миноритарный акционер правительства Дубая, которым, конечно, является шейх Мухаммед и семья Мактун. Еще до того, как был построен первый этаж Бурдж-Дубай, почти все квартиры были распроданы за два вечера. Инвесторы хотели купить по 3, 4, 5 этажей, но «Имар» этого не разрешала. Инвесторам установили ограничения максимум на два этажа. Не уверен, сколько сейчас просят за трехкомнатную квартиру, но точно не меньше полутора миллиона долларов. Компании «Имар» было мало построить самое высокое здание в мире, а она решила поставить еще один рекорд – самый большой в мире торговый центр. Торговый центр Дубая имеет площадь чудовищного размера – в 1 миллион 120 тысяч квадратных метров. По сравнению с ним, более 30 уже работающих в Дубае торговых центров, в том числе самые популярные в городе культовые торговые центры Эмираты, покажутся карликами. Когда толпе неутомимых покупателей надоедает бродить по 450 магазинам и ресторанам, они могут заглянуть во временные киоски, которые торгуют, пожалуй, самым популярным товаром Дубая – недвижимостью. Рынок недвижимости раскален до красна. Дома скупают еще тогда, когда они существуют только в виде макетов и брошюр. Собственники перепродают только что купленные квартиры 3 или 4 раза, до того, как сдвинется хоть одна песчинка. Некоторые опасаются, что этот мыльный пузырь может лопнуть в одночасье, но это не остановило покупательский бум. Как ты заработал эти деньги? Я был там в 7.15. Я первый, кто купил приятел. Это очень хорошо, теперь цена вырастет в следующем месяце. Я купил уже 3, мне хватит. Я знаю, в следующем месяце они подорожают на 5%. Да, я знаю, через 2 дня. Дубай известен как один из самых быстро растущих городов в мире. Массовое строительство продиктовано решением шейха Мухаммеда превратить Дубай в центр финансов и сферу услуг, в особенности туризма. Здесь, в торговом центре Эмираты, одна из главных туристических достопримечательностей. Это закрытая горнолыжная трасса. Здесь поддерживается минус 2 градуса по Цельсию, хотя на улице температура зашкаливает за плюс 50. В планах открытие еще одной горнолыжной трассы, которая не только станет самой большой в мире, но и будет оборудована вращающимся склоном. Еще один проект Дубая, которому нет аналогов. Дубай охватила строительная лихорадка. На этом клочке земли, который меньше, чем остров принца Эдуарда в Канаде, работает примерно пятая часть всех строительных кранов в мире. В то время как строительные краны гигантской компании-застройщика Эмар теснятся в небе над Дубаем, еще одна компания-застройщик борется за право похвалиться еще одним проектом в этой стране, который подходит только прилагательные в превосходной степени. Компания под названием Нахиль занимается застройкой на удивительных искусственных островах. То, как они поднимаются над Персидским заливом, видно из космоса. Это строительный конгломерат, который в конечном счете принадлежит шейху Мохаммеду и семье Мактум. Один из высших руководителей компании Нахиль – канадец Роберт Ли. Его пригласили из Ванкувера, где он работал над рядом крупнейших строительных проектов в этом городе. Самое главное отличие, которое чувствуют все, кто сюда приезжает, – это сроки проектов. Типичный строительный проект в Северной Америке и в других странах реализуется в течение 5-10 лет. Здесь это занимает 3 года. Поэтому вся работа пополняется в очень сжатые сроки. Как только о строительных планах становится известно, недвижимость сметают ненасытные покупатели, которым не терпится поучаствовать в пиршестве на дубайском рынке недвижимости. От одного конца Дубая до другого всего лишь около 65 километров береговой линии. Поэтому была поставлена задача создать дополнительные площади с выходом на берег, так как вода – это жизнь. Вначале мы создали вот такой остров. Выглядит здорово. Но нам дали указание. Нужна земля с максимальной протяженностью береговой линии. Таким образом можно создать застройку в прибрежном районе, которая превосходит все, что вы могли вообразить. За планом перевезти камни и песок из пустыни в море стоял шейх Мохаммед. Еще один план заключался в том, чтобы переместить море в пустыню. Хотя эта местность находится в глубине суши, компания «Нахиль» закачала сюда морскую воду. Теперь каждый дом с видом на водоем. Один из таких домов с видом на воду принадлежит Роберт Ули. Когда этот дом был только выставлен на продажу, здесь не было ничего, кроме пустыни, за него просили 700 тысяч долларов. Площадь участка около 1000 квадратных метров, площадь дома 460 квадратных метров, поэтому дом считается виллой. Прошло три года, и цена поднялась до 2-2,5 миллионов долларов. Разве это холодно? Думаю, что доминирующее ощущение проезжающих судьбов, то, что это временное место жительства. Я здесь, чтобы заработать деньги за 2-3 года, 4-5 лет. Как только цифра на моем банковском счете достигнет определенного уровня, я уеду. Для многих экспатов Дубай — это что-то вроде экономического оазиса, где можно ненадолго остановиться, пополнить банковский счет и двигаться дальше. Иногда я чувствую себя немного одиноко и думаю о нашей семье в Ванкувере. Так что... Мое сердце всегда в Ванкувере, я очень хочу вернуться. Поэтому мы ездим туда каждое лето. Я очень хочу вернуться, насовсем. Мое время не сходит. Для выживания Дубая необходим практически постоянный приток иностранцев. Местное население жителей Эмиратов составляет всего 20%. Кому-то нужно выполнять работу. Большая часть жителей Эмиратов может позволить себе очень комфортную жизнь. К их услугам развитая система социального обеспечения. При желании они могут получить бесплатное образование вплоть до аспирантского, субсидии на приобретение жилья, льгота при заключении брака с гражданами страны и рабочие места в государственных структурах. Мужчины этого привилегированного класса носят униформу, традиционную тунику под названием «Кандура». Иностранцы называют ее «Деждаш». Сегодня примерно 30% жителей Эмиратов отложили свои «Кандуры» в сторону и надели форму пилотов-курсантов «Эмиратс Эйрлайн». Большинство пилотов Эмиратс не жители Эмиратов, поэтому это совершенно особый выпуск. На церемонию пришли вице-президент Морис Флыниган и председатель правления шейх Ахмед. Он дядя шейха Мухаммеда. Они оба стояли у истоков компании, которые сейчас являются наиболее быстро развивающейся авиакомпанией в мире. В 1985 году шейх Мухаммед решил, что Дубаю необходима авиакомпания. Он дал 10 миллионов долларов на создание авиакомпании и сказал, «Не просите ничего, кроме этих денег, и не ожидайте защиты от конкурентов, потому что в Дубае так не поступают. Политика свободного неба будет продолжена». Это было очень мудро, но его лучшим подарком авиакомпании было назначение шейха Ахмеда, которому тогда было 25 на пост председателя правления. «Мой босс все время говорит мне, если ты просыпаешься утром с позитивными мыслями, то весь день будет позитивно. Он постоянно поощряет наши стремления двигаться вперед. Он всегда говорит, что люди иногда допускают ошибки, и нам нужно учитывать этот риск». «Они помогли Emirates Airlines стать крупным игроком на авиационном рынке. Компания заказала больше новых самолетов Airbus и дальнемагистральных Боингов, чем любая другая авиакомпания. «Это семейный бизнес Мак-2, поэтому это особенный бизнес. Он должен хорошо работать, хорошо выглядеть и приносить прибыль. В мгновение ока Дубай превратился в Мекку для туристов, хотя он и расположен на границе нескольких зон военных действий. Туристов привлекают пляжи и развлечения в стиле Диснейленда, но больше всего их привлекают магазины. Даже аэропорт превратился в империю шоппинга, где на доллары туристов претендуют как вульгарные безделушки Ближнего Востока, так и килограммовые слитки золота. По прогнозам, к 2010 году Дубай будут посещать 15 миллионов туристов. Благодаря стратегическому расположению Дубай также становится важным звеном между бурно растущими азиатскими и южноазиатскими рынками. Мы пытаемся сделать из Дубая региональный центр. Здесь, в Дубае, у нас есть смелость реализовывать такие масштабные проекты. Когда мы объявляем о них, новости расходятся по всему миру. Самая свежая новость. Дубай строит аэропорт, который станет не только самым большим, но и потенциально самым загруженным в мире. В то время, как идет подготовка площадки для еще одного колоссального проекта, который попадет в книги рекордов, в Дубае ставится другой рекорд, который отнюдь не является поводом для... Они везде, где реализуются монументальные проекты Дубая. Они – мускульная сила, которая заливает бетон, копает песок, сваривает арматуру. Они – неквалифицированные рабочие, которые стоят за строительным бомбом Дубая. Они приезжают из Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Бангладеш и Китая. Их почти миллион, и они здесь только по одной причине. Они пытаются заработать больше денег, они не получают столько денег у себя на родине. После конца смены их отвозят на автобусах обратно в трудовые лагеря, такие, как этот лагерь в Санапуре. Его название переводится с хинди, как «золотой город». Но золото этого города слегка потеряло свой плеск. 150 тысяч человек теснятся в переполненных общих комнатах, где они едят, моются и спят. Он встает в 4.30 утра, готовит завтрак, к 5.30 собирается и принимает душ. В 5.30 они едут на строительную площадку. Весь день он работает. В 6 они заканчивают и едут домой. Домой они иногда приезжают только в 8 часов. Дома они стирают одежду, готовят ужин и ложатся спать. Недавно рабочие начали протестовать против низкой зарплаты, низких стандартов техники безопасности и плохого отношения со стороны компаний, где они устроились на работу. В 2006 году группа Human Rights Watch характеризовала строительных рабочих как работающих незаконные по принуждению и осудила Эмираты за обман рабочих. Демонстрации и забастовки дали властям встряску, и они начинают жестко действовать в отношении компаний, не соблюдающих правила. Ходят даже слухи о том, что могут быть разрешены профсоюзы, но только если это одобрит шейх Мохаммед. Сейчас для рабочих, которые трудятся у подножья Бурдж-Аляраб, все остается без изменений. Видимо, шейх Мохаммед одобрил еще один строительный проект на берегу. Удивленные местные жители узнали об этом только когда увидели стену, отрезавшую от них существующий общественный пляж. Здесь есть очень красивый общественный пляж. Они решили построить отель, ведь отели здесь – это главное. Поэтому они просто построили стену и закрыли этот красивый пляж. По выходным Мелани Джанель приходит на пляж, чтобы кататься на роликах. Она обожает кататься. В Монреале она занималась фигурным катанием и чуть не попала в национальную сборную Канады. Как и катание на коньках в Канаде, катание на роликах здесь – сезонное увлечение. Лето настолько жарко, что заниматься спортом можно только утром, часов шесть. Потому что к семи температура уже поднимается до сорока градусов, а спорта можно забыть. Я здесь полтора года. В первый год было довольно трудно найти жилье. Я снимала виллу в великой пляже вместе с четырьмя соседями. У нас три Канадки, один француз и одна девушка из Британии. Мы все инженеры. Мы очень хорошо ладили друг с другом, поэтому решили жить вместе. Мелани работает инженером по устранению компьютерных сбоев, тренажерах для пилотирования вертолетов. Часто для этого требуется лично провести испытания. Когда мне нужно проверить систему или исправление, которое я внесла, мне приходится летать на нем. Поэтому у меня есть немного практики. Я учусь немного летать сама. Я никогда не управляла настоящим вертолетом. Может быть, однажды это произойдет. Тренажеры помогают пилотам готовиться к реальным ситуациям. Но ни один тренажер не может подготовить экспатов к реальностям той пропасти, которая отделяет их от местных жителей. На моей работе нет местных жителей. Нет возможности с ними встречаться. Их культура отличается. Они другие. Культурную пропасть усугубляет множество местных правил, которые экспаты должны знать и соблюдать. Мы должны выполнять множество требований. Это нормально, когда ваша страна приезжает только иностранцы. Нам нужно разрешение на алкоголь. Это просто письмо от нашей компании. Они сообщают о нашей зарплате для получения разрешения на алкоголь, потому что от зарплаты зависит. Сколько алкогол вы сможете покупать ежемесячно. Если мы много зарабатываем, то можете чаще напиваться. Но эта страна, где действует закон шариата, это влияет не только на права женщин-мусульманок. Здесь не легко быть женщиной, особенно не замужней. Поэтому если у меня возникают какие-то проблемы с машиной, банки, или еще где-нибудь, если я зову кого-нибудь из коллег, и он помогает мне, притворяясь моим мужем. Все дело в местной культуре. Морабская или индийская культура, к женщине другое отношение. С ними трудно разговаривать. Их нечасто увидишь. Их встречаешь в торговом центре. А на улице они просто сидят в машине, в которой не видно, что внутри. Они просто в машине, и они просто не видят внутри. Нам нужно понимать, что мы мусульманскими странами. Но, в целом, все в порядке. Дома Алию Аль-Шамси нередко можно увидеть в традиционной для Дубая черной туники, которую называют абая. Мы носим то, что большинство женщин, только с черным платком. Мы делаем это ради культурного наследия. Это часть нашей идентичности. Некоторые считают, что нас притесняют, что это плохо. А мне кажется, почему бы и нет. Я живу здесь, это часть нашей культуры. И показывать традиционные одежды местных жителей, это правильно. Мы хотим сохранить нашу культуру, но мы, конечно, не можем жить в точности, как наши предки, потому что все изменилось. Алия выбирает карьеру в профессии, которая традиционно была доступна только мужчинам. Когда я впервые сказала, что хочу заниматься фотографией и стать фотографом, на меня смотрели как на сумасшедшего. Меня спрашивали, какое будущее это тебе даст. Тем не менее, быть одной из первых женщин профессиональных фотографов в Дубае дает ряд преимуществ. Я знаю людей, и поскольку я гражданка Дубая, мне проще. Я могу приходить в разные места, говорить с людьми и располагать их в доверии. Особенно потому, что я женщина. Я заметила, что мне доверяют, потому что я вхожу в дом, и меня не воспринимают как угрозу. Я просто крошечная девушка с фотокамерой, поэтому они успокаиваются. Так что мне гораздо легче. Самое молодое поколение местных граждан не хочет следовать стереотипам. Ахмед бен Шабиб и его брат-близнец основали самый новый дубайский журнал о стиле жизни под названием «Браунбук». Мы считаем, что «Браунбук» станет средством общения о стилях жизни между молодым поколением на рынке Ближнего Востока и международным сообществом. Главным образом, он адресован таким людям, как я. Я — это следующее поколение на этом рынке. Я говорю по-английски. Мы общаемся на английском, так как это международный язык бизнеса и понимаем его гораздо лучше, чем арабский. Мы хотим, чтобы журнал вышел на международный уровень. Еще одно их начинание имеет далекий от международного масштаба. Браунбук — это интернет-магазин, который доставляет товары в Дубае в течение часа круглосуточно. Это бакалеи, журналы, прокат фильмов. С момента открытия в июле прошлого года мы обслужили около 7,5 тысяч клиентов в Дубае. На наш сайт заходит 70 тысяч человек в неделю. Эти совершенно новые начинания идут вразрез с традиционным семейным бизнесом — строительством недвижимости. Предыдущие поколения следовали за семьей, не задавая вопросов и без колебаний. Мы, как второе поколение, отчаянно стремимся уйти от стандартов, как от социальных стандартов, так и от стандартов бизнеса. Мы хотим стать участниками международного сообщества. Тем не менее, есть традиция, с которой новое поколение не желает расставаться. Длинная белая туника, которую мужчины многие века носили в Эмиратах. Если взять нас, новое поколение, то я ношу кандору. Почему я ношу эту одежду? Думаю, что так мы не забываем о наших корнях и стараемся о них рассказать, как в бизнесе, так и в социальном поведении, стиле жизни, где угодно. Сейчас у молодых, продвинутых местных мужчин считается модным снимать головные платки на работе. Кроме того, похоже, они перестали пользоваться бритвами. Идею со щетиной нам подал Брэд Питт. Наверное, это просто способ самовыражения. Девушки считают это привлекательным. Поверхностные косметические изменения – это одно. Но в битве за пляж произошла гораздо более удивительная перемена. Стена, которая преградила путь на пляж, стала причиной редкостного публичного протеста экспатов. На прошлой неделе кто-то организовал петицию в интернете, а там может подписаться очень много людей. Я подписалась, отправила ее всем своим друзьям, и к нашей радости было решено прекратить это. Они уберут стену, и тогда все экспаты снова смогут ходить на пляж. Похоже, что человек, обладающий неограниченной высшей властью, шейх Мохаммед, действительно прислушался к людям, даже если это всего лишь экспаты. Дубай стал местом притяжения молодых и амбициозных людей со всего света. Сюда их влекут перспективы и деньги. Здесь в основном одни экспаты. Я здесь живу. Здесь только одна комната с кроватью и двумя тумбочками. Комната меблированная. Здесь у меня шкаф с одеждой и холодильником. Сбоку ванная. Квартира обходится мне в 5500 дирхамов в месяц, что примерно равно 1800 канадских долларов. Да, примерно так. Довиндер Урау 31 год. Он 6 лет проработал в фармацептической промышленности в Канаде, а сейчас приехал в Дубай в поисках чего-то нового. Думаю, я оставил очень хорошую должность. Я покажу собеседование в секторе недвижимости и проектирование, потому что там нужны люди. По-моему, с точки зрения карьеры, сейчас в мире нет места лучше, чем Дубай. Поэтому я здесь. Люди приезжают сюда, пока они холостые и могут рискнуть. Они могут рискнуть в карьере, в профессиональной или личной жизни. Сюда приезжают 1-2-3 года и потом хотят вернуться домой. Поэтому здесь очень много работы, но и развлекаются по полной программе. Это потрясающе. Это невероятно дорого. Люди говорят, встречаются, и в то же время понимают, что вернуться к нормальной жизни. Это стиль жизни, по которому много развлечений. Деньги — это одна сторона медленно. Если вы не выглядите хорошо, то не поддерживайте хорошие межкомпании. Ведь сейчас пластическая хирургия и подобные вещи перемещаются сюда. Все привлекательно выглядят. Пройдите по барам. Вы увидите, что все поддерживают хорошую форму, потому что настолько беспокоятся о своей внешности. В Дубае, который некоторые называют самым организованным индийским городом в мире, работает столько выходцев из Южной Азии, что Довиндер должен по праву стать здесь своим. Мой внешний вид явно говорит о том, что я индийца, что я сик. И люди относятся ко мне иначе. Когда ты заходишь в торговый центр магазина, тебя всегда обслуживают вторым, если рядом есть коренка житель. К ним всегда подходит первая. Однажды я заказал еду, и она уже была готова. Официант собирался привезти ее на мой столик. Тут зашел местный житель и сказал, его нельзя обслуживать раньше меня. Он отодлинул меня и сел. Они не принесли мне еду, потому что не могли этого сделать раньше, чем он начнет есть. Местные жители остро чувствуют то, что нашествие иностранцев сильно влияет на них и на их жизнь. Большинству из нас не нравится тот факт, что мы становимся меньшинством в собственной стране. Мне кажется, это один из негативных побочных эффектов колоссального роста, роста в двузначных цифрах, которые происходят в городе. Это проблема, так как нас остается примерно 20% поднаселения нашей собственной страны. Это не хорошее ощущение. Многие граждане чувствуют, что становятся иностранцами в собственной стране. Если посмотреть на старый квартал или на рынок, то среди толп людей различных национальностей, а шнабы от традиционных одеждах, будут капли в море. Есть и аспекты культурного влияния, такие как норма поведения. Если пойти с семьёй на побережье, то можно увидеть стиль одежды, который противоречит нашей религии и культуре. Это происходит, и нам жаль, что об этом никто не говорит. Об этом тем более сложно говорить открыто, из-за того, что в текущий момент Шейх Мохаммед присвоил туризму один из приоритетных статусов Дубая. Чтобы стать туристическим центром, надо обеспечивать туристам все удобства. Так происходит повсюду, в Дубае, в Лондоне, в любых больших городах. Есть ночная жизнь, есть правильная жизнь. Это развлекательная часть жизни, и ей тоже нужно уделять внимание. За исключением наркотиков, порнография в интернете и вождение в пьяном виде в Дубае, на удивление, толерантно относятся к большинству западных пороков. Включая проституцию, но этим довольны не все. Конечно, оскорбительно видеть проститутку на улице или в отеле. То, как они одеваются, как публично зазывают клиентов. Возмутительно, когда такое происходит в арабской и мусульманской стране. Один из ночных клубов пользовался особенно дурной славой. Каждую ночь до 600 женщин из бывших стран железного занавеса и Азии, которые официально приехали в страну, как воспитатели в детском саду или домоработницы, приходили сюда работать в ночную смену. Никто не говорит, почему его двери внезапно закрылись, но проституция по-прежнему процветает, хотя официально она вне закона. Если это привлекает экспатов и позволяет им комфортно себя чувствовать, если это то, что им нужно, пусть так и будет. Это не должно побуждать мусульман к моральному разложению. Если они не хотят прикасаться к таким местам, то есть множество мечетей и молельных домов, куда можно пойти. Не обязательно отправляться в бары или ночные клубы, и что еще там есть. По-моему, это город, где разнообразие признано очень важным. Не мусульманам разрешено практиковать свою религию. Почти у каждой христианской конфессии есть церковь. Есть даже храм, куда ходят сикхи и индуисты, но до сих пор ни одной синагоги. В страну все еще официально запрещено въезжать по израильскому паспорту, хотя евреям и не запрещено приезжать в Дубай. Это эксперимент по социальной терпимости. Люди, которые не ладят друг с другом в других странах, приезжают сюда и прекрасно ладят. В регионе, которая окружает Дубай, образовалась опасная смесь войн, нестабильности и терроризма. Это очень нестабильный регион, где происходит кризис. То, что Дубай остался в стороне, почти чудо. Надеюсь, так и будет. Надеюсь, что не появится никого, кто пошестнет безопасность и стабильность нашей страны. Для американских боевых группировок-авианосцев, которые патрулируют Персидский залив у берегов Ирана и Ирака, Дубай стал регулярным промежуточным пунктом, куда корабли заходят для обслуживания, а моряки для похода по магазинам. Его значение даже публично подчеркнул высокопоставленный сторонник в Вашингтоне. Это ключевой партнер наших вооруженных сил в регионе особой важности. За пределами нашей страны в Дубае обслуживается больше наших военных кораблей, чем в любой стране мира. Возможно, президенты военно-морской флот Соединенных Штатов считали Дубай надежным союзником, но у американского конгресса было другое мнение. Для Дубая последствия были очень сильные. В стремлении расширить зону влияния корпорации Дубай, принадлежащая правительству компания Dubai Ports World, была близка к заключению крупной сделки, которая позволила бы ей контролировать шесть американских портов. Из-за вопросов безопасности в Вашингтоне поднялась буря, из-за чего сделка в конце концов сорвалась. Мы были искренне разочарованы. Мы поняли, что дело не в экономике и не в безопасности. Это политическое недопонимание или недоразумение. Мы отложили этот проект до того момента, когда наш бизнес и наше имя смогут быть представлены на международной арене. Хотя для Dubai Ports World доступ в США пока закрыт, компания работает в Ванкувере, где к ней недавно присоединился самый крупный застройщик Дубая – Эмар. Наша компания понимает, что нам нужно присутствовать в крупнейших городах, где есть возможность для масштабных проектов в сфере недвижимости. Поэтому мы решили открыть наш первый офис в Ванкувере. Роберт Бут вернулся домой в Ванкувер, где он впервые ощутил, как увлекательно крупные строительные проекты. В конце 90-х годов он пришел в компанию Эмар, где работал над некоторыми крупнейшими проектами в Дубае. Теперь он руководит североамериканскими проектами Эмар. Ванкувер сыграл неожиданную роль в проекте элитной недвижимости на побережье Дубая. Фоллс Крик, где мы сейчас находимся, был для нас прекрасным прототипом, когда мы проектировали пристань для яхт в Дубае. Это был проект строительства огромной пристани для яхт по образцу Фоллс Крик в Ванкувере. Но поскольку это Дубай, ее нужно было не только построить быстрее, эта пристань должна была стать самой большой искусственной яхтенной мариной в мире. Стремление шейха Мухаммеда Рашида Аль-Мактума к рекордным проектам частично объясняется тем жестоким фактом, что и без того небольшие запасы нефти и газа в Дубае истощатся к 2015 году. Все, что вы видите в Дубае, это большой риск. Правитель Дубая в одной из речей, обращенной к небольшой группе, сказал, я как глава государства могу или оставить Дубай таким, какой он есть, традиционным государством, или пойти в совершенно другом направлении и рискнуть. После этого мы начали мыслить нестандартно. Мыслить нестандартно также означало выйти за пределы границ Дубая. Группа Джумейра, еще одна из компаний в корпорации Дубай, скупает высококлассные отели, в их числе Essex House отель в Нью-Йорке. Борс Дубай – компания, которая владеет фондовой биржей Дубаи, принадлежит шейху Мохаммеду, сейчас находится в процессе приобретения почти 20% акций NASDAQ, одной из основных фондовых бирж Соединенных Штатов, и почти 30% акций лондонской фондовой биржи. Корпорация Дубай инвестирует в другой город в пустыне – Лас-Вегас. Мы пытаемся доказать кое-что себе и всем остальным, что мы можем построить первую, неоснованную на нефти экономику в этом регионе, ориентированную на нефть. И что мы сможем создать неоснованную на нефти экономику, которая бесконечно превосходит экономику, базирующуюся на нефти. Влияние Дубая на ближайших соседей уже становится заметным. В то время как бурж Дубай поднимается все выше, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт и Катар объявили о независимых планах построить еще более высокие здания. Последние новости. К ним присоединится еще одна компания. Откуда же, как не из Дубая? Нахиль. Это еще один участник корпорации Дубай планирует превзойти бурж с Дубай. Гонка продолжается. Когда заканчиваются последние скачки Дубайского Кубка Мира с самыми крупными призами, уже поздний вечер. Некоторые владельцы чистокровных лошадей претендуют на самые крупные призовые выплаты среди всех турниров в мире. Но шейх Мухаммед сделал гораздо более серьезную ставку на город-государство, не похожий ни на один другой в мире. Думаю, здесь превалирует толерантный современный приемлемый ислам. Тот ислам, который хорошо сочетается с современностью и глобализацией. Он лишен какого-либо экстремизма и фундаментализма. И я надеюсь, что именно такой ислам получит распространение. Действительно ли сегодняшний Дубай экономическое и социальное чудо или просто еще один мираж в пустыне? Это зависит от мудрости и удачливости шейха Мухаммеда. К сожалению, для шейха Мухаммеда в этом году приз в 6 миллионов долларов выиграл не он. Тем не менее, деньги останутся в Дубае. Ведь сегодня вечером главный приз, случайно или нет, выиграл брат шейха Мухаммеда. Так или иначе, похоже, что полоса везения для корпорации Дубай продолжается.